Самые разные вопросы были рассмотрены и в ходе приема граждан губернаторам региона. Строительство котельной и площадки для сдачи норм ГТО, ремонт дороги. С такими просьбами и предложениями обратились жители Верхневолжья к главе области. По каждому вопросу были приняты конкретные решения. Подробности у нашего корреспондента. Жительница Торжка Маргарита Скачкова обратилась к главе региона с просьбой построить новую газовую котельную. Она проживает на улице Энергетиков, где находятся четыре многоквартирных дома, в которых живет 110 человек. Женщина рассказала, что сейчас дома отапливаются от электрокотельной постройки 1957 года. По словам Маргариты Скачковой, техническое состояние оборудования устарело, что сказывается на температуре воздуха в квартирах. Когда начинается отопительный период, в наших домах батареи не бывают горячими. Всегда холодно. У нас даже пол ледяной холодной. Вот хоть одевай валенки. Глава региона сообщил, для отопления данных многоквартирных домов по улице Энергетиков в этом году построят новую котельную. Проект у нас подготовлен на газовую котельную. Это будет облучно-модульная котельная, которая будет находиться недалеко от вашего дома. На улице Энергетиков финансировано у нас на нее заложено. На неудовлетворительное состояние дороги Москва-Рига в деревне Светлая Ржевского района пожаловался местный житель Вячеслав Пирожков. По его словам, эта дорога очень востребована. Однако сейчас проехать по ней практически невозможно. Наша деревня, она большая деревня. Все дома у нас заселены. Три улицы. Есть у нас многодетные, три многодетных семьи, а всего у нас 27 ребятишек возят в школу. Школа у нас 9 километров от нас. Дорога эта очень востребована у нас. Губернатор сообщил, объект включен в программу дорожных работ на текущий год. Сейчас проходят конкурентные процедуры по выбору подрядной организации. За содействием в решении вопроса установки спортивной площадки для сдачи норм ГТО к главе региона обратилась учитель физкультуры Подгородненской школы в Торопецком районе Надежда Григорьева. В образовательном учреждении обучается 106 детей с 1 по 9 классы. Мы занимаемся углубленной легкой атлетикой. Ездим на районные соревнования, где занимаем призовые места. Нужны тренажеры для прыжков в длину, разметка. Хотелось бы еще, конечно, чтобы была дистанция 60 метров. Губернатор отметил, что в бюджете предусмотрены средства и строительство площадки запланировано на этот год.